Касающиеся того, как устроены тексты технического характера, научного, математические в частности. Известно, что на ранних этапах тексты составлялись таким образом, чтобы их можно выучить, не записывая, хранить в памяти. Поэтому здесь применялись определенные инструменты, определенные подходы. В первую очередь, текст делали метрическим, чтобы можно было запоминать гораздо легче, метрический текст запомнить. И второй момент – это работа с самим текстом, то есть попытка как-то оптимизировать текст, для того чтобы он был по объему поменьше, а содержание у него было таким же. Можно следующий? Значит, вот первый момент. Я просто здесь привожу перевод одной страфы из трактата середины IX века. Вот, пожалуйста, эта страфа и ниже перевод на русский язык. Причем, да, обратите внимание, что здесь много конъюнктур, то бишь, если вот брать просто пословно эту страфу, то будут просто какой-то, ну, почти не связанный набор понятий. Там какие-то глаголы, существительные. Что это такое, конечно, человек без математической подготовки не поймет. И с математической подготовкой тоже, наверное, сложно понять, потому что необходимо понимать хотя бы примерно, о чем в этой страфе будет идти речь. И вот путем таких вот достаточно больших усилий удается восстановить, что же имелось здесь в виду. Ну, более того, интересно, что вот это правило, которое здесь представлено, оно неизвестно современному школьнику, даже студенту и даже выпускнику технических воздействий. Вот это правило взятия уголком кубического корня. Вот здесь, например, такое число, там, например, да, 243. Вот какое число нужно возвести в куб, то есть умножить на себя три раза, чтобы получить 243. Но здесь-то, конечно, правила работают для больших чисел. То есть там, вроде, восьмизначное число берем, и вот уголочком, неким уголочком таким вот можно извлечь кубический корень. Вот эта процедура была известна достаточно рано, в середине IX века, в начале XXI утрачена в Европе. Ну, условно говоря, утрачена. Конечно, все можно восстановить, но просто это не общее знание. Вот вы видите, насколько возможно, да, вот этот текст включить в такую очень краткую, красивую страху, которую можно выучить, повторять и при необходимости обучить этому правилу, если знать вот эти вот ключевые термины. То есть там встречаются некоторые знаковые такие, некая техническая терминология, которая позволяет как бы вот разархивировать то, что там заложено. Вот, значит, это такой вот момент. Какими же средствами пользовались математики? Можно следующие? Вот я бы хотела рассказать о двух моментах, не буду углубляться в большую тему. Ну, вот в первую очередь хотелось алфавитной нумерации коснуться. Алфавитных нумераций в Индии достаточно много. Ну, вот такая достаточно любопытная оригинальная нумерация. Можно следующие? Нумерация, вот, пожалуйста, это отрывочек из антрактата конца V века нашей Веры. Ну, здесь отдельные слова понятны, а отдельные слова, ну, совсем непонятны. Значит, вот первое, да? Югар-и-магананах. Ну, здесь все понятно более-менее, значит. И вот дальше хью-кр. Что такое, да? Непонятно. Значит, щани-и. Дальше пошло. Чай-я-ги-и-ру-шу-чху. Вот, пожалуйста, да? Дальше ку-понятное слово, да? Дальше ни-щи-бун-бл-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-пра-г. Ну, вот здесь, значит, о чем говорится в этой страфе? Юга. Это юга обычная, всем известная, да? Рави-бхаганах, это, значит, солнце проходит всю Бхагану, то бишь небосвод, да? Бхагана, то есть множество созвездий. За сколько оно проходит? Оно проходит, как известно, за 4 миллиона 320 тысяч лет. Значит, в югу, да? Вот столько оборотов за югу солнце проходит. Ну, и вот это вот число, 4 миллиона 320 тысяч, которое европейцы не могут записать там меньше, чем за 7 цифр. Индиец вот таким вот образом говорит, значит, 4 миллиона 320 тысяч. Вот точно такие же странные, как бы, сочетания слогов возникают. Вот здесь вот этот чаяги, амгомощухры, чры, да? Это тоже число, которое тоже достаточно крупное здесь, там, 7-8 значные числа, вот в таких вот маленьких, как бы, и компактных фразах, как бы, зафиксировано. Вот если переводить этот текст, там тоже получится очень большой русский текст, и еще внутри него будет довольно серьезный набор такой цифр, там, миллионы, миллиарды и так далее. Ну, выглядит это все довольно безобидно, когда мы смотрим на Деванагри. Можно следующим? Вот что же это за система, да, что же за алфавитная нумерация? Ну, вот в конце 5 века, по-видимому, автор трактата этого, Аревата, предложил такую нумерационную систему. Он взял просто все согласные, все 25 наших вардовых консонант, и прям расположил в традиционном порядке, присвоил каждому в соответствующем порядке натуральные числа от 1 до 25, вот, но они вардовые консонанты, он взял вот 30, 40, 50, 60, так далее, вот, да, 100. Значит, каким образом дальше составляется число? Вот я прям возьму число из того самого текста замечательного и попробую его расшифровать. Ну, вот видите, здесь ЧАЯ, ГИИ, МЮЩЮ, ЧТЛЮ, да, вот здесь идет разбивка, разбивка на слоги с разными гласными. Первый слог всегда идет с А, второй, значит, с И, потом У, потом слоговое Р, потом слоговое Р, а потом уже пошли другие гласные, там, ЭО, АЙ, АУ, потом ДОЛГОТЫ и так далее. То есть гласные тоже выстраиваются в традиционный ряд. И вот в каждом такой парочке у нас присутствует одна варговая согласная, а одна неварговая согласная, да, вот из этого ряда. Ну, вот ЧАЯ – это кто у нас такой? ЧА – это шестерочка, а Я – это тридцаточка. Ну, получается 36. Ну, замечательно. Следующая пара идет ГИИИ, да, ГИИ – это у нас троечка ГГА, да, а Я – это у нас тридцаточка. Ну, вот 33 получилось. Ну, та же… Да, вот точно так же идет разбивка, и получаются вот такие вот двузначные числа, которые потом нужно записать в обратном порядке. 57, 75, 33, 36. Вот таким удобным записываем, получаем, значит, 5 миллионов, нет, 57 миллионов 753 тысячи 336. Ну, довольно такая понятная система разработанная. Можно следующий слайд? Вот. Здесь еще я один пример привожу, немножко нерегулярный. То есть, вот еще одно число, которое там же встречалось у нас, это нищий, бу, ныр, шкр, тут очень сложно читать, я не знаю, как они это все зовут. Ну, шкр, шкр, да, шкр, ныр, шкр, то есть слоговое, л после церебрального пен и шкр. Здесь вот некоторая нерегулярность идет, потому что нарушен порядок гласных, потому что должно сначала идти а, потом и, потом у, потом р слоговое, а потом л слоговое. Но, видимо, если все это в правильном порядке расположить, то получится нечто, ну, совсем некрасивое, да, вот попробуйте на досуге прочитать это слово. И вот располагаем это сочетание вот этих слогов, этих конструкций в правильном порядке, чтобы сначала и, которого нету, потом а, точнее, которого нет, потом и, потом у, потом л слоговое, потом л слоговое. Вот расположили и теперь начинаем реконструкцию числа. Ну, ашек нету у нас, поэтому единицы, десятки у нас нет, они отсутствуют. Потом и, опять же, вот это вот, но и ш, берем из наших таблиц, получаем 5 плюс 70. Бу, вот здесь, обратите внимание, невардовой согласной нету, поэтому просто берем ба. Ба у нас 23, ну, 23 замечательно. Вот, дальше вот этот ш, да, 80 плюс 2 и, да, 15. Вот, в итоге, значит, опять же, получаем двузначные числа, которые выписываются справа налево, вот, и получается число, по-моему, тут даже 1 миллиард 589 тысяч и 237 тысяч 500, да. Ну, гораздо величественнее звучит, чем вот это сочетание. Вот такие вот техники, да, сокращения огромнейших чисел, там, все, кто изучает индийскую, там, не знаю, космологию, например, да, космогонию, эти кальпы, магаганты, там, антары и так далее, это все просто какие-то грандиозные числа, которые даже образованный человек порой не может термина подобрать, там, когда там 12 нулей. И еще один момент, который бы мне хотелось разобрать, можно? Вот я хотела бы показать на просто отдельном примере, каким образом в одной строфе в математике могли разместить сразу несколько формул. Вот, мне регулярно задавали вопрос, ну, как же мы с формулами привыкли работать, а как индийцы работали. Ну, формул у них не было в традиционном понимании про ранние тексты говорю, все записывалось текстом. Действия записывались текстом, термины текстом, цифры текстом, числа текстом, то есть все тексты. Потом уже в более позднее время там возникают обозначения различные. Ну, вот это я сейчас покажу на примере раннего текста, тоже пятый век наше время. Можно сказать, что это? А, да, для начала я немножко такой познакомлю вас с понятием, ну, может, кто недавно школу окончил, он еще помнит, что такое арифметическая прогрессия. Это ряд чисел, каждый из следующих отличается от предыдущего на определенное число. Вот, например, вот здесь вот я привожу пример из пяти чисел. Значит, первая муха, да, это первый член, вот у нас в одиничке. Утара, это то, насколько больше последующий по отношению к предыдущему, ну, в данном случае это на двоечку все время у нас плюс два, плюс два, плюс два. И ишта, да, это, ну, дословно можно перевести как произвольный, а в данном случае имеется в виду вот произвольное, какое угодно там количество членов. Ну, вот у нас всего пять членов. Ну, в связи с этим возникает вот некая научная задача, да, посчитать, во-первых, ишта-трана, то есть сумму вот этих вот пяти ишта, вот этих вот членов, да, ну, то есть один плюс три плюс пять плюс семь плюс девять. Ну, тут легко посчитать, получается двадцать пять. И еще мадвия, да, ну, по-русски это просто среднеарифметическое, то есть просто нужно сложить и поделить на количество членов. То есть вот некий член выбрать, который, как бы, грубо говоря, посерединке стоит, когда они вот стоят на числовой оси, так скажем. Ну, в данном случае оказывается действительно пятерочка. Вот, средний член, да, мадвия или мадвия, да, она в текстах встречается. Можно следующий? Вот. Примерно такого же свойства, например, вот сорок, тридцать, двадцать, десять, да, у нас муха, первый член, это сорок. Утара, да, то есть насколько больше у нас каждый следующий, здесь уже может быть отрицательнее. То есть видите, тут прибавить минус десять, прибавить минус десять, прибавить минус десять. Вот. Количество членов у нас четыре. Ну и опять же, иштадгана, это вот четыре члена мы складываем, получается, в суде сто. И маданьядгана, это все сложили, поделили на четыре. Ну, получили пять. Даже можно легко видеть, да, что двадцать пять как раз посередке здесь стоит. Вот. Ну, это задачки, конечно, для, не знаю, для первого класса, да. Вот сейчас мы к более серьезной проблеме научной подойдем. Можно следующее? Вот, посмотрите, вот, пожалуйста, альфметическая прогрессия, у которого сто один член, да, муха равен единичке, утара плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, значит, единичке, иштад, да, количество членов сто один. И вот нужно посчитать, иштадгана сто один член, и маданьядгана, да, тоже, значит, посложили, поделили. Ну, тут уже, конечно, без такого какого-то серьезного подхода научного здесь не обойтись. Вот, поэтому трактаты математические, уж это, начиная с пятого века, там, шестой, седьмой, подавно, это все вот разговоры вокруг подобного рода задач, и еще гораздо более сложных. Вот. Ну, вот я как раз хотел бы показать вам одну, ровно одну страху, которая вот эту проблему, ну, или круг вот этих проблем решает. Можно следующие? Следующие. Да, вот, пожалуйста, строфа, вот ее транслитерация, это тоже, как я напомню, это конец пятого века, следующий. Вот, и вот посмотрите, я тоже строфу написал в транслитерации, и цветом выделил три разные формулы, которые касаются вот нашего, вот этой темы, этих прогрессий, да, вот это первая формула красненькая, вторая синенькая, и зелененькая, вот, а это просто такая связочка, как это. А вот еще вот так вот можно. Можно следующий слайд. Ну, вот первую формулу, которая вот на предыдущем слайде была у нас красненькой. Что это такое, да? Иштам, Якам, Далетам, Сапурвам, Тарагунам, Санухам, Адъям. Значит, Иштам... Вот давайте рассмотрим вот такую вот прогрессию. У нее Муха чему равна? Получается. Первый член. Сто два. Сто два, да. Вот здесь, конечно, можно посчитать, сколько их всего, да, Иштам. Их тут всего 25. Ну, то есть вот первый, второй, третий, четвертый и так далее, 25. Иштам. Вот. И утра, то есть насколько больше у нас каждый раз, это сколько? Два. Два, да. Получается, что у нас плюс два, плюс два, плюс два, плюс два и так далее. И вот мы уже, зная, владея этой терминологии можем даже вот понять, что здесь говорится. Нам говорят, вот Иштам в Якам, то есть из Ишты вычти единичку. Ну, вот смотрите, мы, значит, даже вот возьмем не весь ряд, а вот только желтенький ряд. И всего здесь будет 19 членов. Из этих вот 19 членов, значит, Муха у нас 110, а для всего ряда 102. Ну, вот, как говорится, значит, чтобы найти матхью, то есть вот среднее значение вот этих вот членов, нужно что сделать? Иштам в Якам, то есть их количество уменьшить на единичку, и всего здесь 19. Вот 19 вычитаю единичку, потом Далитам, то бишь поделю на два. Дальше. Сапурвам, да, это еще нужно прибавить вот шаг, на котором получается вот этот вот первый член, то есть четверочку. Прибавим четверочку, потом, значит, Уттарагунам, тут Гуна – это умножение, значит, умножаем на Уттару, вот умножение на Уттару идет, и еще Са-Муха, да, то бишь нужно прибавить Муху. Муха у нас имеется в виду вот из общего ряда 102. Ну, вот, получается такое вот правило, которое дает нам 128. Это средний член вот среди этих желтеньких, среди этой желтенькой последовательности. Можно следующую? Ну, примерно такого же рода ставится задача вот в другом месте, да, вот синенькая там формула была в той самой строфе. Вот эта синенькая формула дает нам тоже, значит, одну из, ну, величину, характеристику вот этих вот желтых членов, да. Вот Ишта Гуни там, Ишта Дан. Ишта – это количество их. Гуни там – это умноженное. То есть, если вот предыдущий результат умножить на их количество, то получится Ишта Дан, ну, то бишь получится сумма всего вот этого ряда. Ну, вот, пожалуйста, вы там в предыдущем примере получили 128, умножили на 19, ну, и вот замечательное число получили, которое есть сумма этого ряда. Вот. И третья формула в той же самой строфе сидит она у нас. Станислав, можно? Вот я зелененькое, зелененький выделял. Значит, здесь АДИ, АДЯНТАМ ПАДАДХА, ПАДАДГАДАМ, да. Значит, АДИ – это первый член, начальный член. Потом АНТАМ – это конечный член, 146. Вот если вы их сложите, 110 плюс 40 – 146, а потом еще ПАДА, АДХА, ХАТАМ. Ну, ПАДА – это количество их всего, 19. АДХА – половинка, то есть, если вы еще ХАТА умножите, да, то есть, если вы еще умножите на их количество, деленное на 2. То же самое получите, 2432. Ну, вот, пожалуйста, страфа, в которой прямо три правила сидят. Вот. Значит, на эту страфу спустя, там, примерно 150 лет замечательный ученый индийский, значит, Газа Карачария I, решил дать комментарий. Но трех формул ему показалось довольно мало. Вот. И он решил, значит, увидеть в том же самом тексте еще пять, а то и семь формул. Можно следующий слайд? Мы не будем лишь подробно это все разбирать, но, чтобы вы понимали, значит, вот это то, что у нас Ари Абхата, да, простой индийский парень, значит, всего лишь три формулы, да, но следующий слайд, вот, говорит нам о том, что комментатор Магаскара идет дальше. В страфе не три, а пять формулы, следующие. Вот. И вот тот же самый текст начинает комбинировать. Вот это удивительная такая особенность. Вроде бы, Ари Абхата все просто, ясно разложил по полочкам. Ну, кто там занимается текстами, понимает, что там как-то все, это все, можно понять разбивку, что хотят и так далее. Но Абхата, имея тот же самый текст, говорит, а давайте возьмем вот это вот красненькие, только красненькие фразы. Можно следующую слайд? И вот он говорит, что, дескать, вот эти красненькие фразы говорят нам о том, что вот тот же самый ряд, вот от ста двух до ста пятидесяти, да, например, подсчитывается таким образом. Опять же, берем их количество, вычитаем единичку, делим на два, умножаем на разность, которую плюс два, и добавляем сто, вот эту вот мукху, да, сто второй член. Вот он прямо цитирует Ари Абхату и говорит, иди, то бишь, вот что имеется в виду, да, значит, Матхедгана Анаяна Архам Сутрам, да, вот цитата, и дальше расписывает, что же здесь имеется в виду. Ну, вот он прописывает правила, которого, кстати говоря, у Ари Абхаты нет. То есть уже, значит, Баскара своим, своим прописательным умом вычленяет, может быть, то, что не имел в виду Ари Абхата, да, следующий слайд. Теперь мы берем вот тот же самый текст, но концовочку первой строки, начало второй строки. Берем, да, Матхедгана и Штагунидам. Следующий слайд. Что это имеется, что имеется в виду? Ну, имеется в виду примерно то же, что и у Ари Абхаты. То есть вот то, что у нас там было получено, ну, и Штагунидам. То есть умножить на количество всего членов, да. Значит, вот на 25 нужно умножить полученное ранее. Но это другое правило. Ари Абхата его нету, потому что Ари Абхата берет другую конструкцию. Он ряд, который внутри там эти желтые цифры складывает. А вот Баскара, он уже разворачивает как бы немного другую конструкцию. Следующий слайд. Вот. Берем, по-другому немножечко комбинируем, да. Вот из этой строки мы выкинем долетан, да. Ну, долетан там поделить на два, да. И выкинем концовочку. Что получится, да, думаю, Баскара. Следующий слайд. Он говорит, что вот, дескать, вот эта фраза, она вот что означает. Довольно темная вот история с этой фразой. По-видимому, Баскара там еще и три правила в этой строчке как-то увидел. Вот. Но что это за правила? Ни я, ни другие исследователи не смогли установить. Вот. А задача та же самая. Вернее, не та же самая, извините. Задача состоит в том, что вот из этого желтенького отрезочка найти последний член. Такого у Барри Абхаты не было. Вот. Ну, здесь тоже некие манипуляции, тоже число членов. Мы читаем один, прибавляем вот это вот, грубо говоря, номер вот этого первого члена и добавляем первый член. Получается то, что у нас на конце желтого ряда. Следующий слайд. А теперь давайте вот так вот скомбинируем тот же самый текст. Выкинем вот это вот. Мадаем. Выкинем вот это вот. И что получится? Следующий слайд. А получается правило для вычисления, значит, вот этого ряда, которое встречается у Ари Абхаты, но он немного не так его представляет, да? То есть, какая-то новая грань открывается. Ну, и была скоро, значит, последнюю. Давайте подборочку. Да, вот давайте оставим вот этот Ади Анта Ари Абхатам. Следующий слайд. Вот. Ну, здесь-то, в общем, он идет в русле Ари Абхаты, да? Вот та же самая технология. Складываем первый и последний член, умножаем на их количество, деленное напополам, да? И получаем вот сумму вот этих вот самых членов внутреннего ряда. Ну, вот таким образом мы имеем, вот для меня все-таки до конца остается неясно, я, может быть, кто-нибудь подскажет, каким образом возникают вот такие вот, ну, как бы разветвления смыслов, я бы так сказала. Потому что текст V века, он дает возможность, ну, более-менее такую очевидную интерпретацию, там, три формулы, три правила, три рецепта дается. Как-то он хорошо, так, естественно ложится. Но Гаскара, беря тот же самый текст, приводит его прямо в трактате, потом начинает комментировать. Беря тот же самый текст, некоторых правил не видит, но видит другие правила, и количество их умножается до пяти, а то, может быть, и до семи. Там как раз вот я несколько, можно слайд наверх, там вот парочку, еще? Назад. Так, сейчас идти. Нет, еще наверх. Вот, вот этот слайд, он как бы дает такую, ну, загадку оставляет, потому что он здесь вот ити антия, да, то есть вот так находится последний член, как находится упа антия, как находится адидгана, ничего не сказано. То есть, по-видимому, в этом месте сидело еще и какое-то правило, может быть, оно утрачено было, может быть, Гаскара, его каким-то образом и из этих же самых слов еще два правила как-то видит в этой цитате. Вот это непонятно. Да, ну вот, то есть, вот такие вот, ну, такая продуктивность санскрита, я бы сказал, с одной стороны, с другой стороны, его возможности в очень небольшом, на очень небольшом клочке бумаги, грубо говоря, да, уместить вот в целый такой вот, такие залы же знаний. Ну, вот, на этом все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу про комментированную традицию сказать. Во-первых, выделить его разводоплаты и сказать, что комментированная традиция это, по-моему, довольно понятная процедура. И у Бутхагоша, например, комментированского канона, возникает тоже, у него смещаются совершенно акценты. Он ставит буквально другие слова, вместо того, что было в тексте. И текст идет всегда странно, с точки зрения исходника. И мне кажется, это, в принципе, какое-то общее свойство, может быть, индийской традиции. С одной стороны, это понятно, почему так происходит. Но, с другой стороны, очень многое в своем тексте меняется от этого. Ну, это мои общие вопросы. Вот, вот точно. Именно. Причем не просто комментированно. Это индийская. Комментаторская традиция. И в научных этих, они себя начинают вести как комментаторы. Не, это они играют с текстом. Да, да. Тут и игра, да. Иногда они заигрываются. Не, а что ищет игрался? Он, как раз, моногружно задавал нормативу. Серьезно, наоборот. Они этого учились. Да. Вот я очень. Но, между прочим, здесь даже, если уйти от науки, а уйти в постмодернизм, вот здесь как раз всякий фуко, воля к власти, это очень-очень работает. Мне очень нравится, как это может быть. А вот здесь игра есть. Дотировка или вот так? Дотировка или вот так? Да. Дотировка. Дотировка, да. И там прямо отдаётся, даже можно вычислить, исходя из текста, 499-й год на нашей веры, но пока, конечно, со всеми оговорками. Скажите, вот по стиле, по чем-нибудь, какие-нибудь есть переключки с Вера Хмель? Потому что это же вот того же времени текст, и он тоже, более-менее, какой-то научный текст. Вы знаете, но я не читала год и до роганюиру, только какими-то кусками. И могу сказать, что тексты всё-таки разные впечатления у меня оставили. Да, а в каком смысле переключки? Переключки в смысле содержания? Или в смысле синтаксиса, грамматики и так далее? Да. Вы знаете, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что всё-таки Вера Хмельхер давно очень читал. И так вот живо у меня не стоит этот текст. Это достойное внимания. Потому что Вера Хмельхер, так сказать, для этого времени, он некая точка. Текст, который уравняется. И мы можем его точно тоже датировать, и с ним всё соотносить, что раньше, что позже. Он как столбик такой. Поэтому Ваш текст тоже такой же важный и всё, и как-то его тоже соотносить. Егор, а можно спросить? Я не очень увидел. Вот в самом тексте как вычленяется вот этот жёлтый ряд из общего ряда? Где это сказано? А, нет, в самом тексте нет. Я просто пример привожу. Потому что в самом тексте правило даётся. С общими словами, что делать нужно, если есть некий ряд. А я просто... Это формулируется, что у Аль Абгаты, что в интерпретации Абгаскары. Оно имеет общий характер, который можно буквально записать формулой нашей. И применять к нему... Абсолютно произвольный отрезок. Абсолютно произвольный отрезок. Внутри него произвольный подотрезок, который может совпадать со всем даже отрезком. Вот. И к нему применяется всё дословно это правило. Это просто буквально рецепты, которые мы сейчас, конечно, словами не проговариваем. Просто кратенькие формулы. Формулы на уровне девятого класса. Средней школы. То есть, Кама Сутра это тоже комбинаторика? Вы имеете в виду с текстом? Да. То, что коммитатор делает. Ну то, что коммитатор делает, да. То, о чем вы говорили. То есть это буквально так. Я думаю, что, знаете, здесь даже не столько игра, не столько, может быть, эстетическое наслаждение текстом, да, сколько ещё и абсолютно такие дидактические, прагматические цели. Представьте себе, что у вас есть ученик-девятиклассник, ему ЕГЭ готовите, да. А вот, значит, там в теме прогрессия, например, несколько формул, да, но вот ему сложно запомнить три формулы. А одну формулу он может запомнить. Как видите, какой-нибудь стежка, да. Это, там, это я знаю, помню прекрасно, там, видно, где, знаете, не лишний, напрасно. Каким стежок такой. А потом оказывается, что из этого же стежка можно каким-то чудом, там, применять пару слов ещё одну формулу. И он запоминает всего лишь один стих, он, опа, уже две формулы. А он уже додумывает, там, раз, и ещё третью формулу, той же этого стиха. Знаете, как это замечательно? То есть, не думая, чем один стих, у тебя раз, и сразу пять-семь формул есть. Я думаю, что это ещё и в таких целях. То есть, развитие вот, ну, багажа, буквально, математического. Потому что все эти правила, они всё это демонстрируют разные по направленности математические задачи. То есть, если пропагандировать не табак, а ЕГЭ, то можно бы пользоваться аллергатами, да, получается, и комментировать? Ну, например, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.